Особое мнение на 101FM Активно это обсуждается. Вы помните, что было очень странное голосование и итоги первого тура выборов в Приморье, когда на последних буквально минутах единоросс вырвался вперед, при том, что очень уверенно лидировал человек, который представляет оппозиционную партию. И вышли люди на митинги, и сам представитель от КПРФ Андрей Ищенко заявил сначала о голодовке, правда потом отказался, говорил, что пойду до конца. И вот сейчас мы получаем информацию о том, что будут отменены результаты выборов вот этого тура и будут назначены другие выборы. Как вы считаете, насколько значимо вот это событие? Ну это значимо для общественности. Вообще выборная кампания этого года, она проходила в большинстве регионов, порядка где-то в 26 регионах Российской Федерации проходили прямые выборы глав регионов. И эта выборная кампания очень ярко показала ту ситуацию, которая сегодня в обществе присутствует. Ситуация, она негативная в плане определенных так называемых реформ, той же пенсионной реформы, экономической реформы и так далее. Поэтому народ в принципе не доверяет Единой России. Близится с моей точки зрения политическая, так сказать, составляющая на территории Российской Федерации, то есть реформа. Но пугающее слово реформа сегодня для жителей Кировской области, да и в целом Российской Федерации. Но, к сожалению, я думаю, что даже к счастью, я думаю, что снова будет, в общем-то, происходить именно политическая реформа на территории Российской Федерации. Потому что Единая Россия, если взять выборы президента, Единая Россия, по сути дела, не участвовала. Путин шел самостоятельно, как самовыдвиженец. Поддержали Путина сателлиты Кремля, это справедливая Россия. Ну и ЛДПР, там, как говорится, партия одного человека. В выборах участвовала единственная политическая сила, то есть Компартия Российской Федерации. Ну, посмотрите, здесь не так все однозначно, потому что выборы, которые прошли в Хабаровском крае, где тоже был кандидат от позиционной партии, именно от ЛДПР, и господин Фургал, там другая была ситуация. Вячеслав Шпорт, представитель Единой России, он сказал, что предложил своему сопернику Сергею Фургалу должность заместителя председателя правительства, и тот согласился, хотя не отказался от второго тура выборов. Все-таки ЛДПР тоже участвовали серьезно. Нет, ну это так называемый сговор, Светлана идет, понимаете? Почему? Потому что ЛДПР, знаю я Фургала, так как работал пять лет, по сути дела, в Государственной Думе, он был депутатом и сегодня является депутатом Государственной Думы. Вот, поэтому я не питаю иллюзии на то, что сегодня там пройдут выборы и победит действующий, исполняющий обязанности губернатора, он выиграет, а этот пойдет к нему заместителей. Разве это плохо? Потому что Шевченко в первом туре блестяще выиграл в Владимирской области. Да, вот, но это не произошло, так как также в Новосибирской области, если бы пошел, допустим, ныне действующий руководитель Новосибирска, наш партийный лидер Анатолий Локоть, то я тоже бы считал, что там были бы не только был второй тур, а с моей точки зрения, первым туром закончилось, так сказать, в нашу пользу, то есть в пользу Компартии Российской Федерации. Сергей Павлович, когда вы говорите... Ну, давайте Хакасия тоже самое, посмотрите. Там молодой парень, недавно избранный первым секретарем Хакасской Рескома, он, по сути дела, обогнал временно исполняющие обязанности губернатора. То есть там, где работает активно партийная структура, там, по сути дела, есть сегодня результаты. Когда вы говорите о политической реформе, которая грядет в России, что вы имеете в виду? Я имею в виду, что сегодня Единая Россия, она утратила и утрачивает уже свою политическую составляю. И тот проект, который, в общем-то, определенные годы работал, ну, пытался работать с учетом административного ресурса, с учетом, так сказать, других особенностей, и особенно нормативно-правовой базой давал им, позволял возможность, но, к сожалению, люди устали уже от этой партии, которая, по сути дела, ничего не дала для развития страны, которая, по сути дела, сегодня страну подвела к определенной опасной черте. Когда мы говорим о реформе, это что-то, что разрабатывается с помощью специалистов и поэтапно вводится. А то, что мы сейчас видим, протестное голосование, о котором говорят специалисты, выход на митинги, реформой называть, разве можно? Безусловно, этого нельзя называть реформой, когда люди сегодня протестуют и когда люди не согласны с теми действиями власти, которые, по сути, а это бездействие. Идет просто это самое, я не понимаю, существующую власть, которая надувает щеки и говорит о том, что мы вот это сделаем, мы то сделаем. Но на самом деле это ничего не делается. То есть получается, что все-таки это не реформа, это скорее протестные действия, которые, вы считаете, к чему приведут? Они ведут к определенным, я бы так сказал, революционным процессам. Революция – это обновление, правильно? К революционным процессам. Но в плане я бы хотел видеть это бескровно, я бы хотел видеть это, так сказать, дипломатично и в то же время те рациональные программы и предложения, которые дает, допустим, наша партия, то они, если бы реализовались, то страна бы просто вздохнула, правильно? Вздохнула и начала развиваться. То есть все-таки, еще раз, реформа – это то, что необходимо, вероятно, правильно я вас понимаю? Потому что вы уже видите, что народ готов на некий революционный процесс. Вы против них и хотите, чтобы реформа была. Да. Ну, вы знаете, у нас есть старая русская пословица. Русский человек, так сказать, долго запрягает, но быстро едет, правильно? А на протяжении вот этих 20 лет мы же с вами, я цифры могу ужасные вам сказать. Если у нас в стране никогда не было спустя 25 лет наркоманов, но они были, но, как говорится, никто не знал о таких цифрах, там их было немного. Ну, может быть, 100-200 человек, а сейчас 8 миллионов. Вы как себе это представляете? Если сегодня, по сути дела, идет уничтожение русского народа, если вы говорите, вот та же пенсионная реформа, о которой я надеюсь, что мы с вами тоже будем говорить, но плавно перехожу к ней. С учетом того, что та пенсионная реформа – это геноцид, по сути дела, собственно, народа, с моей точки зрения. Ведь впервые пенсию установили в 28-м году, когда пришла Советская война. Мы про пенсию еще поговорим. Сергей Павлович, все-таки хочется эту тему дожать, про выборы. Мне приходится как-то резюмировать просто. Но если бы выборы, взять наш, Светлана, наш регион, если бы выборы губернатора были в этом году, у нас результат был бы совершенно другой тоже. Как вы думаете? Безусловно. Тогда второй тур приближался, но, к сожалению, наверное, к сожалению, я имею в виду население, они сожалеют сейчас. К сожалению, на территории Кировской области случилось то, что случилось. И не более того. Вы заявляете в своих постах, которые публикует сайт КПРФ-43, о том, что крах Единой России мы наблюдаем прямо сейчас. Какие у вас основания? И вы правда в это верите? Оснований достаточно много, Светлана. Я в это не просто верю. Я убежден, что Единая Россия в ближайшее будущее, у нее нет будущего. Она сойдет с политической авансцены. Давайте посмотрим на выборы в Кировской области. У нас не было выборов губернаторов, были всего лишь довыборы в Городскую думу и в ОЗС. Там победили и представители Единой России, и представители Справедливой России. Во-первых, хочу вас спросить, почему не оказалось среди победивших представителей КПРФ? А во-вторых, хочу вас спросить, рады ли вы за то, что все-таки представители оппозиционных партий, в данном случае Справедливой России, смогли пробиться на выборы? Я не могу назвать настоящей оппозиционной партией Справедливой России на территории Кировской области. Я не могу этого сделать, и, как говорится, по определенным причинам. Я сегодня эти выборы оцениваю следующим образом. Это просто-напросто показательное выступление и первый звонок для Единой России. Там на этих довыборах была борьба между денежными мешками, и не более того. Во-первых. Во-вторых, сегодня показательно очень, что на избирательном участке пришло всего лишь 7-5% населения Кировской области. Ну, в районах я не исключаю, там районы, те, которые участвовали до выборов, там была явка чуть поболее. Они и сделали в общей сложности, так сказать, явку на территории Кировской области. Кандидаты от КПРФ были на этих дозыбрах? Безусловно, были. Вас просто денег не хватило, раз это было соревнование денежных мешков или что? Безусловно, мы же не представляем коммерческие структуры, мы же сегодня не занимаемся бизнесом, не обманываем народ и так далее. Мы шли, выставили, так сказать, своих кандидатов и достаточно неплохо кандидаты отработали. Но ведь если бы была явка и пришел народ, естественно, победа была бы за нами, тут вопросов нет. Но ведь люди сегодня проголосовали ногами, правильно? Они не пришли до выборов. И еще раз хочу подчеркнуть, что вот что такое депутат, где проголосовало за этого депутата 500 человек? Это если взять сегодня по тысяче рублей, это полмиллиона господин Валенчук затратил на своего сына. Полмиллиона. Павел Валенчук прошел в городскую думу. Да, ну это просто сегодня нонсенс, с моей точки зрения, с учетом того, что еще раз доказывает то, что сегодня, по сути дела, выбор был в определенной степени не сделан. Откуда у вас такие сведения, что полмиллиона были потрачены на выбор? Нет, ну я говорю, если даже по тысяче взять, так сказать, и заплатить своим работающим в его бизнесе, и, как говорится, сказать, в выходной день вот вам тысяча, так сказать, сходите, проголосуйте за моего сына. То есть факты зафиксированные какие-то? Нет, это я предполагаю, понимаете? Я не говорю, что там факты, я не говорю, что это самое, я предполагаю сегодня. И с учетом, как говорится, этих предположений делаю выводы, вот, в определенной степени. Я еще раз подчеркиваю, это мое мнение, правильно передача называется? Да, безусловно. Особое мнение. Все-таки победа Справедлива Россов, это победа, они сами об этом говорят, депутат в городской думе и депутат в УЗС, она вас радует или нет? Она меня никак не радует и не огорчает. Вот я вам прямо говорю, я еще раз говорю, что данная партия сегодня, вы видели, где-то бы она вышла и защитила, так сказать, население. То есть это то же самое, что Единая Россия, вы считаете? То же самое, Единая Россия. Это все партии, они сделаны Кремлем и не более того. Поэтому, ну, это политическая игра, которую, в общем-то, навязала еще 20 лет, даже не 20 лет, а менее, тогда, когда Единая Россия из трех политических партий образовала одну партию, Единую Россию. Там наш Дом Россия, помните, были, эта самая партейка была, там еще три партии уже сейчас не помню. Вы считаете, что Единая Россия теряет свои позиции? Безусловно. Она, не, ну, посмотрите, тут пришел, какой спектр, пришлось-то... В какое время, вы думаете, вот это реформа или не реформа, но какие-то изменения в политической структуре страны произойдут? Ваш прогноз? Ну, я думаю, что к следующим выборам, выборам в Госдуму и выборам законодательных собраний, все-таки, как говорится, будет что-то новое, вброшено на территорию Российской Федерации, именно в политическом плане, Кремлем. 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 Кремлем, как говорят в кулуарах, практически являются банкротами. Вы об этом пишете, вы говорите, что это серьезная очень ситуация, опишите, пожалуйста, ее подробнее. Не, ну, я вам прямо говорю, что ситуация наисложнейшая именно по районам Кировской области, с учетом того, что многие территории, они, если взять бюджетную составляющую, то собственных доходов, по сути дела, нет. Если в разрезе бюджета того или иного района всего лишь 28%, 19-13% собственных доходов, то какая сегодня ситуация? Ситуация просто катастрофическая, по сути дела. А то, что касается кадровых проблем, да, сегодня сложности в данном вопросе большие. И Единая Россия также ставит людей непрофессионально неподготовленных, не думающих за население, а просто, так сказать, как роботы исполняют те или иные посылы и посулы регионального центра. Некомпетентные? В большинстве своем некомпетентные. Вы связываете этих ставленников, как вы их называете, с именем Владимира Быква? Безусловно. Какая связь? Он представляет Единую Россию, он является лидером политической партии. Только это основание? Ну, я вам яркий пример приведу по советскому району. Если шел, как говорится, на данную должность, пришел беспартийный, то его заставили написать заявление в Единую Россию. Понимаете? Ну, не может быть человек. Это же на те же грабли наступает, как было в советское время, последние годы, когда, если ты не партийный, то тебе должность, это самое, в принципе, сложно было получить. То есть, Единая Россия, вот этот постулат, она очень активно сегодня наслаждает. Как это связано с бюджетами и банкротством муниципалитетов? Что, как вы говорите, приходят единороссы или назначенцы от единороссов? Как это связано? Как это связано, когда человек приходит и не понимает? Он не понимает элементарных вещей, которые, в общем-то, надо знать этому человеку. Он должен быть готов. Тот же бюджет, самая основная составляющая. Когда нет денег в бюджетной составляющей, то ни один красноречивый говорящий, так сказать, глава не сможет ничего сделать на этой территории. Он ее просто будет, так сказать, приходить на работу регулярно, сидеть в своем кресле, но распорядительные функции он не сможет сделать для того блага населения тех людей, которые проживают на этой территории. Вы не противоречите. Вы говорите, что какой бы грамотный не пришел руководитель района, при таких бюджетах он еще не сделает. И одновременно вы говорите, вот то, что это единороссы, это значит кран. Я себе здесь не противоречу. Вы меня сейчас прервали. Я имел в виду то, что сегодня человек, если он придет более-менее понимающий бюджет, более-менее, так сказать, соображающий, куда он пришел, и где-то хотя бы имел определенную практику работы в управлении, и ту ситуацию знал в районе. Если человек знает ситуацию, он никогда сегодня в большинстве своем не пойдет на эту должность. Почему? Потому что он ничего доброго не сделает, не сможет в этой ситуации сделать, пока регион, пока, так сказать, исполнительная власть региона и законодательная не начнут созидать, то ничего, они просто в качестве статистов сегодня сидят на территориях, понимаете? И у нас Кировская область катится, по сути дела, она в банкротном состоянии. То, что сегодня говорят о том, что вот вроде бы мы там что-то строим, вы мне скажите, где хоть одно рабочее место-то сказать сделали? Где инвестиционная составляющая, если она на миллиард рублей упала? Что такое инвестиции для тех радиослушателей, которые уже в большом возрасте, инвестиции это капиталовложение? А где сегодня эти капиталовложения в экономику? Мы предлагаем постоянно, вот лично я, как руководитель фракции, постоянно предлагаю на бюджетном комитете, на законодательном собрании, на пленарных заседаниях, давайте будем двигаться поэтапно, давайте будем по отраслим, так сказать, смотреть и финансировать, потому что денег, по сути дела, у нас не увеличивается в бюджете, а наоборот сокращается налогооблагам и база. Все-таки хочется, чтобы нам понятна была ситуация нынешняя и перспективы. Главы районов, как вы пишете, теперь отказываются от своих постов. Умные, да. А остаются ставленники, да, вы говорите? Остаются ставленники, безусловно. Так, вы апеллируете к господину Плитко, который занимается муниципальной политикой, да, и уповаете на то, что он сможет исправить ситуацию. Он старается исправлять эту ситуацию. Как? Каким образом? Если мы видим, какие сейчас процессы происходят. Нет, ну не во всех районах такие процессы. Там, где происходят изменения и там, где подбор и расстановка кадров начинает быть правильной, с моей точки зрения, не по партийной принадлежности, а по деловым качествам того или иного руководителя, там более-менее, как говорится, выравнивается этот жизненный процесс. Баланс у нас какой? Сколько провальных районов, где эти тяжелые ситуации, в том числе и с главами муниципалитета, а сколько тех, которые уверенно развиваются? Благодаря господину Плитко, я так понимаю. Благодаря господину Плитко, если бы Васильев изначально не Бекетова, да, своего губернаторства поставил не Бекетова, а Плитко, была бы совершенно другая ситуация. Так он всего год у нас был Бекетов. А за год можно, знаете, так, извините меня за такое выражение, так накосячить, что это самое надо будет пять лет хлебать, то, чего сделал предшественник. И на пятый год только, так сказать, разведет ту проблемную ситуацию, которую сегодня он сделал, понимаете? Поэтому я сегодня не завидую Андрею Геннадьевичу именно в этом направлении. Андрей Геннадьевич Плитко. Да, Плитко. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, и коли вы меня на этот разговор вызвали, это единственный человек, который конкретно ставит задачу и конкретно спрашивает. И не просто это самое человека видит, а он деловые качества оценивает этого человека. А у них есть какой-то конфликт или борьба у Плитко и Быкова? Раз вы говорите, что Быков ставит своих ставников некомпетентных, которые там не развивают районы, а Плитко вот компетентный. Ну, это я не могу знать, есть ли это самопротиворечие между Быковым и Плитко. Но это явно разные подходы. Нет, по интеллектуальному и по профессиональному подходу, естественно, если взять Быково и Плитко, я выбираю Плитко. Но, понимаете, по дипломатическим качествам, по подходу к людям, по деловым качествам я могу только оценить, так сказать, с положительной стороны Андрея Геннадьевича. Но ни в коем случае не Владимира Васильевича. Понимаете? Что же будет в муниципалитетах? А что же будет с муниципалитетами, это вопрос. Но сейчас надо, как говорится, делать, с моей точки зрения, что бы я сделал, и мы с Андреем Геннадьевичем разговаривали на эту тему, не только разговаривали, но и дискутировали. Надо сегодня прогон делать районов. Какой прогон? Чтобы экономическую составляющую всю посмотреть. Какие сегодня возможности у того или иного района? Что надо для того, чтобы этот район начал развиваться? Ну, это типичная история, об этом каждый раз все говорят. Это типичная история, на конкретно к ней никто не подходил. Вот сейчас, я думаю, что Андрей Геннадьевич и его команда, министерство, как оно у них именуется, внутренней информационной политики, займется этими вопросами. Потому что это внутренняя политика. А экономика, по сути дела, она зависит от политической составляющей. Что такое политика? Это концентрированное выражение экономики, правильно? Для этого надо сегодня и политическую составляющую, то есть с населением работать, то, которое осталось в этих районах. Надо с ним работать и встречаться власти, той муниципальной, которая сегодня только видит свое кресло и дальше своего кабинета никого не видит. Так же, как это происходит сегодня в городе. То же самое. Поставили Шульгина, ему надо пять лет изучить этот город. И он сегодня, я не думаю, что какие-то, так сказать, сделают такие объемные вещи для города Кирова. Вот у нас был Быков на городе, он был сколько? Десять лет? Десять лет был. Надо было оставить? Нет. Раз он изучил его хорошо. Его надо было после первого срока убирать. Быков ведь был, он свадебным генералом. Он сегодня не отвечал. Как сказать? А где сегодня Ковалева? А как сказать? А вот Ковалева заняла место Быкова. Там ничего не изменилось. Там не изменился сегодня устав. Там не изменилась схема управления. Там все то же самое. Вот. Как сказать? Да, он, как говорится, давлением своим и с учетом тех возможностей, которые сегодня у главы города есть, он это дело, так сказать, занимался этим вопросом. Но вы посмотрите, он никакой нормативно правовые документы не подписывал, кроме решений городской думы. Это вы про Быкова сейчас? Это я про Быкова говорю. Сергей Павлинович, раз мы... Это хорошо. Тут претензии так к Быкову высказывают ваши коллеги по этой студии гораздо больше. Они не говорят про свадебного генерала. Они считают, что Владимир Васильевич Быков серьезный след оставил на лице города. Нет, ну серьезный след отставил в каком плане? В негативном или в позитивном? Я думаю, что это самое вы, Светлана, мне скажете в негативном плане. Я ничего не скажу. Это не мое особое мнение. Но я понимаю, это не ваше особое мнение. Коли вы задали такой вопрос, я полностью согласен с теми товарищами, кто вот такое мнение имеет. Потому что действительно остался негативный след. Позитива я не вижу. Сергей Павлович, раз мы перешли на муниципалитет наш и перешли к Ковалевой и Шульгину, и вы сказали, что вы и сейчас не видите позитивных изменений в городе, у меня будет пара вопросов на эту тему, но после короткого перерыва. Особое мнение на 101FM Это особое мнение, его сегодня высказывает Сергей Мамаев, депутат УЗС от КПРФ. И мы сейчас говорим про Киров, про этот муниципалитет. Сергей Павлович, вы сказали до перерыва, что не видите, что за этот год, когда у власти находятся Елена Васильевна Ковалева и Илья Вячеславович Шульгин, что-то позитивное произошло в городе. Совсем ничего. Ни дороги, ни тротуары, ни новый генплан, который отдан в разработку, ни планы по подготовке к 650-летию вас не впечатляют. Ни дороги, ни тротуары, вы как говорите, но ведь и дороги, и тротуары... Только что они об этом говорили в нашем эфире. Пусть они говорили, они работают точно так же, как и работал предыдущее, так сказать, руководство. Я позитива большого не вижу. Сразу пример. Предыдущее руководство продало парк Победы, часть парка Победы, а нынешнее руководство инициировало проверку и решение. Единственное, что вы мне, так сказать, дали определенный намек на то, что действительно господин Шульгин написал соответствующий документ для того, чтобы проверить парк Победы. Но его распоряжение было по проверке. Да, парк Победы. А дальше-то что? Если бы были посадки, если бы, так сказать, было это все отменено, надо же дожимать эту ситуацию, надо о ней говорить, чтобы народ знал. А пришло новое руководство, оно должно это было сделать. Любой нормальный руководитель, он обязан был сделать то, чего, так сказать, народе уже натерло, я бы так сказал, образно говоря, мозоль. Ничего особенного, что они это инициировали. Почему ничего особенного? Нельзя об этом говорить. Разве это плохой показатель? Это ведь, наверное, хороший. Нет, мы же тоже это самое не в стороне. Я пытаюсь хоть какую-то радость в этом городе найти для вас. Я не могу сегодня это самое сказать, о том, что вот начались масштабные, так сказать, изменения в городе. Я не могу это сказать. И мои слушатели, и мои сторонники, так сказать, они точно так же скажут, я не могу это сказать и назвать позитивом. Зайдите во дворы, посмотрите. Давайте, Сергей Мамаев сейчас за что-нибудь похвалит город. Вот за что-нибудь. Единственное, за что я могу похвалить, это за стадион трудовой резервы. Все. Если этот стадион, так сказать, будет реставрирован и будет возведен в том, ну, в лучшем даже виде, чем в прежнем, то я... Вот если Шульгин с Ковалевой восстановят стадион трудовой резервы, скажете, молодцы. Ну, скажу, да, молодцы. Если я могу сегодня это сказать про, и уже сказал, например, про Андрея. Про Плитко. Да, Плитко. Вот. То я сказал, и, как говорится, от своих слов не отпираюсь. Я думаю, что, так сказать, продолжение вот этой деятельности активной в отношении муниципалитета с учетом тех предложений, которые они, в общем-то, внесли и реализуют эти предложения. Они вас слышат? Они вас слышат? Они меня слышат. Я прямо говорю. А Шульгинского в Алюме нет. Они слышат. И слышат многие депутаты ЗАГСа Брани и согласны со мной, но есть паритийная дисциплина, я их называю кнопкодавами, понимаете? Вот. Поэтому они слышат. А вот Шульгин не слышит по многим вопросам. Он очень грубо разговаривает, так сказать, с простыми людьми. А у вас личная встреча с ним была хоть раз по каким-то вопросам проекта? Несколько раз встречался. Была. Была. Так. Ну и что? По каким вопросам? Никакой конкретики. По каким вопросам вы встречались? Просто хочется... По вопросам общественности, по вопросам, так сказать, людей, те, которые приходят ко мне на прием. Можно конкретные какие-то примеры привести? И на что сказал Шульгин? Нет. Нет. Ну, с марта, 6 марта, я даже помню сегодня это самое число, 6 марта, Александра Васильевна, не помню ей фамилии, она у меня там тысячи приходит на прием, в общем-то, пришла, плакала о том, что у нее вот там, где она проживает, в полуподвальном помещении, есть комнатка, которая, в общем-то, пустует, и там, по сути дела, разводятся крысы. Она попросила эту, ходила ко всем, к Васильеву сходила, сходила, так сказать, к Шульгину. Шульгин говорит, это маневренный фонд. Вот, ремонтировать никто ничего не хочет и отдавать не хочет. Какой маневренный фонд в аварийном, так сказать, доме? Во-первых. Во-вторых, не может дать ответ конкретный, который губернатор ему поставил на вид на своем приеме и сказал, сходить, провести проверку, посмотреть, какие условия живет, так сказать, женщина, и принять соответствующее решение. А депутаты туда ходили? Ни ответа, ни привета. Вы туда ходили? Я ходил. А к депутаты городской думы по этому округу? А я не знаю, ходили депутаты городской думы или нет. Они как избираются, они забывают про своих избирателей, просто-напросто. А есть коммунисты в городской думе? Два. А что же они, почему они не сходили? А что же, они ходят. Они и туда сходили, и то же самое посмотрели. И написали соответствующий запрос Алексея Владимировича. Но я еще раз говорю, что внятного ответа нет. Просто нет его. Но вы эту ситуацию не оставите? Вы постараетесь... Безусловно, Светлана. Нет пока взаимодействия, вижу, что нет, да? Они говорят, маневренного фонда, да я посмотрел из маневренного фонда, они это самое, как говорится, брали и отдавали на постоянное жилье тем или иным категориям граждан. А маневренный фонд вы строите, пожалуйста, вы вкладывайте деньги и делайте маневренный фонд. Этими кто тоже не занимается? Сергей Павлович, у нас остается с вами 6 минут, 7, 2 вопроса. Мы обязательно с вами должны поговорить про... А уж я вам еще одно скажу, вы знаете, ведь никто не занимается сегодня досугом молодежи. Сегодня в городе порядка насчитывается 200 борделей. Понимаете? 200 борделей. Почему молодежь и бордели, что взрослые люди борделями не пользуются? А кто у нас, кстати говоря... Я не имел это в виду, кто пользуется, а кто не пользуется. Да ради бога, пусть пользуются. Это очень интересно про бордели, которые незаконны на территории Российской Федерации. Кто содержит у нас бордели, вы знаете? А кто содержит? Вы задаете мне такой вопрос. Конечно. Они должны ответить на этот вопрос в лед, понимаете? Кто их содержит и кто их крышует. Понимаете? А почему сегодня этот же Шульгин, так сказать, эти вопросы не решает? Что не дают ему информацию, что он не знает? А по эти... А вы не знаете, кто крышует? Я не могу сегодня, так сказать, огульно говорить, кто крышует. Вот когда у меня будет этот самый соответствующий документ, тогда я его озвучу, Светлана. От кого этот документ поступит? От кого? От кого? Как только поступит Сергей Павлович, давайте к нам. Я на этот вопрос сказать не намерен отвечать. Мы с удовольствием расскажем, кто крышует в борделе. От простых людей может, так сказать, поступить, которым надоело то безобразие, которое, по сути дела, творится по соседству с теми людьми, которые проживают, допустим, в том или ином... Сколько борделей вы сказали у нас в городе? 200. 200? Да. То есть цифра есть. Насчитывается, да. А как они выглядят? Где они находятся? Ну, я не знаю. Я не был в этих Светланах борделях, где они находятся. Вы откуда-то взяли эту цифру? Назвал эту цифру. Я еще раз говорю, я ее озвучил. Но в то же время... Откуда она взялась? Подтверждающие документы получу от тех людей, которые мне эту цифру, так сказать, озвучили. Значит, я их озвучу и буду просить соответствующие органы, чтобы данные вопросы пресекали. А сколько у нас игровых, так сказать, подпольных сегодня борделей? Ну, ведь этим же всем должны заниматься как раз... Так и городская власть должна знать. ФСБ... Да не только ФСБ. Борделями. Причем тут городская-то власть? Да при том. Это противоправная деятельность. И ей должны заниматься соответствующие структуры. Разве нет? Все, что происходит на территории уверенного, так сказать, города, должен отвечать глава администрации и глава города. Сейчас их двое там сидит, понимаете? За нарушение законодательства в сфере... Я понимаю нарушение законодательства, но они... Вы говорите... Они-то ситуацию должны контролировать, что происходит. Сергей Павлиныч, у нас 200 борделей в городе. Вот. И правоохранительные органы это допустили, не справляются. А вы хотите, чтобы один Шульгин или одна Ковалева с этим... Вы не защищаете меня сегодня. Я хочу понять, целые огромные структуры силовые не справляются. Огромные силовые структуры. Что может два человека сделать, которые занимаются там, условно говоря, мусорками и тротуарами? Да мусором никто не занимается. Вот тоже Шульгину обращение. Нет, давайте про бордели. Про бордели, пожалуйста. Не занимается мусором. Пусть бы он занялся мусором. Сергей Павлиныч, объясните мне, как при таких серьезных и ответственных, и обеспеченных ресурсами силовых структурах в нашем городе существует 200 борделей? Объясните мне. Я думаю, данная, так сказать, проблема будет решена силовыми структурами в ближайшее время. Я убежден в этом. То есть вы ведете этот проект? Не понял. Вот бордели, это сейчас в вашей разработке находится, или это просто было сказано для красного словца, скажите? Вы заметите конкретно ликвидации борделей и игровых? Вы понимаете, вы меня как на запрос сегодня привели. Это особое мнение, это моя роль сегодня. Я озвучил особое мнение, понимаете, Светлана? А вы, вам хорошо работать сегодня, вы настоящий журналист. Вы говорите, у нас есть бордели, а что с ними делать с борделями? А что с ними делать? Закрыть. Кто их должен закрыть? Кто должен? Правоохранительные органы с местной властью. Понятно. Местная власть должна бить, так сказать, в колокола, что происходит сегодня на территории. Они говорят там, так сказать, мы вот это делаем, мы то делаем, где чего сделано. Вы хоть дворников везде, так сказать, наймите, вернитесь к этой категории, в общем-то, работающих, и будет больше порядка на территории города Кирова. Вы посмотрите, что происходит с мусором. Вы посмотрите, так сказать, Октябрьский проспект. Это единственный проспект, так приведите его в порядок. Вы хоть бы один дом сегодня, так сказать, на Октябрьском проспекте привели в порядок, я бы мог их похвалить. Это сегодня реальные дела, а не те напыщенные. Да, мы завтра построим столько-то школ, столько-то больничек и так далее. Это хорошо, но вы создайте рабочие места, вы власть для того, чтобы создавать эти рабочие места. Для того, чтобы сегодня изыскывать возможности и не надеяться, как говорил сегодня губернатор и тот же Шульгин в федеральной программе. Это хорошо, замечательно. Но вы собственные ресурсы посмотрите и собственные возможности используйте. И эти собственные возможности должны работать, так сказать, на населении. Сергей Павлович, у нас остается буквально полторы минуты. Мы про пенсионную реформу с вами не сможем поговорить. Ну, пенсионная реформа, я уже сказал, это сегодня геноцид русского и не только русского, всех народов в Российской Федерации. Будут еще акции? Безусловно, 22-го в 10 часов. Не надо приглашать, просто сообщать. В парке Степана Халтурина будет огромный миг. Он санкционирован? Безусловно. Санкционирован. Минуту оставляем на команду Родина. Сегодня был звонок просто в эфир, который был обращен как раз и к губернатору, и к Шульгину по поводу профессионального спорта. Родина участвует в Кубке России. И результаты вы видели ее. В первом матче я разгромно проиграл, во втором тоже проиграл, но все-таки несколько годов голов забили. 8-3 там забили. Да, да, да. Сводненько. Финансирование так и непонятно, откуда появилось на участие в Кубке России команды Родина, но мы знаем, что о деньгах всегда идет речь и все время ищут на финансирование Родина. Как вы оцениваете эту ситуацию и что думаете нужно с этим делать? Тогда, когда был главой города Быков, там прослеживалась коррупционная составляющая. Этот вопрос никто, так сказать, до конца не дорешал. Сегодня команде Родине, вот мне как соответствующему специалисту в области спорта, я бы на месте тех людей, которые занимаются этой командой, из суперлиги перешел, так сказать, в высшую лигу. Для того, чтобы сохранить и сэкономить определенные средства. Ведь там все делают деньги. Если есть деньги, ты будешь в суперлиге играть, ты будешь играть, так сказать, в евролиге и так далее. Если есть деньги, по сегодняшним меркам. А если такие позорные, так сказать, проходят матчи и никаких решений не приниматься, значит, кто-то в этом заинтересован. То есть, я еще раз подчеркиваю, если умный и талантливый менеджер и талантливый тренер, он всегда, так сказать, сделает определенный шаг назад, для того, чтобы сделать шаг вперед. Вернее, два шага вперед потом. Значит, надо сегодня делать кардинальные выводы по данной команде. И не надо бросать деньги на ветер, которые собирают так называемых спонсоров. С учетом административного ресурса. Но вы сказали, была коррупционная составляющая. Что вы имеете в виду? Что я имею в виду? Что были огромные деньги бюджетные туда направлены. Частично, не помню, год, как говорится. И, в общем-то, там был скандал огромный. И эти деньги, по сути дела, не направили, были направлены совершенно в другом направлении. В чьи-то карманы? В чьи-то карманы, естественно. И вы знаете, в чьи? И знаете, сегодня спорт, если взять, то там тоже, там кумоство и процветает, с моей точки зрения, безобразие. Там непрофессионалы в большинстве директора работают. Сейчас ставят людей взять тот же союз. В буфете работал парень. У него есть ли образование? Я не знаю. Мы его поставили на такую директором, так сказать, данного спортивного комплекса. Если он не знает ни педагогику, не знает ни психологию. Если он сам, может быть, немножко и занимался спортом, но это не говорит о том, что он сегодня готов быть руководителем. То, что сохраняет родину сейчас в Суперлиге, это тоже коррупционная история? Или это просто, что это такое, нехватка желания или сил для того, чтобы принять окончательное решение? Или все-таки нужно ее тянуть действительно? А там все, в совокупности. В совокупности то, что вы назвали, и вот эти все, так сказать, моменты присутствуют, с моей точки зрения. Сергей Имамаев, это его особое мнение, вы сегодня слушали. Программу вела Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо всем. Особое мнение на 101FM